Удивительные вещи происходят в жизни. Перед вами, казалось бы, обыкновенная вышивка. Красивая, яркая. Эту вышивку сын принёс к нам в мастерскую. Взрослый сын принёс вышивку своей мамы. Эту вышивку мы надели в такую вот нежную раму. Милая, хорошая работа. Но, что самое удивительное, это то, что когда я рядом с этими котятами поставила своих золотых рыбок, то получилась целая одинаковая совершенно по стилистике композиция. Вышивка и картина маслом на холсте. Вот что удивительно, как иногда две работы совпадают. Вот так вот и в жизни людей мы друг с другом совпадаем. Вот так вот и работы совершенно разных людей совпали. То есть моя и этой женщины вышивка. Но скажите, что разве это не так? Вот в чем удивление. Получается, котята смотрят на рыбок в аквариуме. Этих рыбок, кстати, я рисовала с таким удовольствием, потому что я дочь рыбака. С детства папа у меня очень много приносил с рыбалки рыбы. Мы с мамой чистили рыбу. Я это уже говорила во многих видео. То есть тема рыбалки, охоты, кстати, тоже и охоты часто можно увидеть в моих картинах. Ну, а здесь вот мои любимые животные. Опять повторю, это вышивка совершенно незнакомой мне женщины. И мои рыбки совпали. Кстати, друзья, кто знает, как называется художник, который рисует рыб? Подводный мир. Вот если кто знает, сообщите мне в комментариях. Потому что я знаю, что если ты рисуешь собачек, вот таких вот собачек, это анималистика или кошечек, вообще животных. А кто рисует рыбок? Как называется художник, рисующий подводный мир? Я очень буду ждать ответа. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить классы. И осталось совершенно немножко до заветной цифры тысячу. Тысячному подписчику рисую портрет. Или портрет, или картину, какую он захочет. Вот на вкус, на выбор. На этом до свидания, мои дорогие друзья. До новых встреч в Ютубе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok